Уже попытался приручить реальность. Рассказываем сегодня. А ты готов к концу света? В ожидании апокалипсиса добровольцы организуют бесплатные курсы выживания. Два дня тренировок в подмосковном лесу, и уже ничего не страшно. Жевать дождевых червей и глотать крысятину – это даже приятно, если за компанию. Главное – не окрыситься. Это крысы, вот они. Их можно есть сырыми, они сладкие на вкус. Очевидно, этот Новый год будем отмечать как в последний раз. По календарю мая нам осталось каких-то 12 месяцев, и встречайте, дамы и господа, конец света. Что будет, потоп или пожар, ученые пока не определились. Так или иначе, на Рублевке и на Алтае непростые смертные уже обустраивают свои элитные бункеры. А для простых смертных – новое предложение на рынке услуг. Спасутся самые смелые, ловкие и умелые. Ускоренный курс в «Школе выживания» прошел Никита Лойк. Конец света – игра воображения. Писатели фантазируют, художники и кинорежиссеры рисуют свое представление о том, что будет, когда ничего не будет. Если что-то произойдет, то всех нас накроет однозначно, всех. Даже не помогут эти бункеры, которые новые русские по несколько миллионов закапывают бетона, долларов. Земля остынет, звезды погаснут. Я думаю, это будет через миллионы лет. Это будет очень быстро. Жизнь остановится, нас не будет. Элементарно нужно находиться только на поверхности. На поверхности Земли. Ну, а там дальше, как уж Бог данную душу положит. О конце света люди размышляют, философствуют, иногда иронизируют. Но боятся. Тихо. Пока без паники. И вот результат. Сотни москвичей от 5 до 50 лет приехали на первый в России экшн-форум остаться в живых. Еще раз показываю, что это действительно стекла. Это не карамель. Ну, я не знаю. Иди сюда. Топчитесь немножко. Крови нет. Пока нет. Ну да. Оптимистично. Учительница из Москвы Светлана Владимировна сегодня пропустила свой любимый сериал. И не жалеет. Здесь, на Полянке, она самая активная. Задает много вопросов. Потому что соседка ей сказала, скоро конец света. А если света не будет, а если газа не будет, потому что если даже электричества не будет, а плиты электрические, как и выжить. А кто-то даже спичек за всю жизнь не разжигал костров. Городские люди. Поэтому, мне кажется, нужно подготавливаться ко всему. Взрослые игры накануне 2012 года. Элитное Подмосковье. Рублево-Успенский берег. Берег утопии. Для одних счастливое настоящее. С роскошным жильем, дорогими магазинами, ресторанами, охраной и прислугой. Для других тревожное завтра. Это, между прочим, крыса. Вкусно. Это крысы. Вот они. Вот это голуби. Бедные, несчастные. Личинки древесного жука. Здесь представлено. Их можно есть сырыми. Они сладкие на вкус. Они живые? Да, живые. У них слабый метаболизм. Давайте я попробую. Давайте попробуйте. Да, можем вместе с вами даже челкнемся. Давайте одно время. Давайте челкнемся. Сладкие, говорите, да? Ага. Голову не ешьте. Вот это голова. Вот. Ну как, сладкие, вкусные? Да, сладко. Ну, какой-то еще привкус странный. В принципе, их можно жарить. Можно я в плену? По мнению организаторов форума, деликатесы конца света – крысы и личинки. Наевшись этого белка, сотрудница банка Оксана, бортпроводник Кирилл, торговый работник Екатерина, психолог Дмитрий, строитель Олег, журналист Ольга, стали бегать, прыгать, метать топоры, падать, выплывать и бить кирпичи. Восемь часов. По-настоящему. Казалось, что маленькое объявление в интернете «Хочешь выжить, спроси нас как» – всего лишь афера с целью снова развести доверчивое население на деньги. Оказалось, что мероприятие бесплатное. Группа энтузиастов во главе с бывшим спортсменом и лесником Дмитрием Колесниковым решили, если выживать, то колонии, как племена пигмеев. Потому что вместе веселее – и крыс больше поймаешь, и дров больше наломаешь. Форум «Остаться в живых» с виду развлечения. А если внимательно присмотреться – часть тренда. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. У нас в России жить – это уже экстремальная ситуация. Это уже конец света. Да, да, да. Катастрофа. Если у нас в России ребята что-то не поделят, начнется гражданская война. Вот этого больше всего не хотелось бы. С остальными со всеми справимся. Субтитры создавал DimaTorzok